здравствуйте мои дорогие клиенты здравствуйте мои дорогие друзья сегодня мы будем и дальше рассматривать различные способы применения мелалойки как мы уже упоминали в предыдущих роликах есть свыше 400 способов применения этого удивительного средства мелалойки у нас заказываете и уже годами из вы сами убедились как много есть различных способов применения что я хотел бы вам сегодня рассказать как насчет бронхита значит как я лично пользуюсь этим чудесным средством против бронхита или воспалительных каких-либо заболеваний простудных например я чищу зубы с добавлением 2 3 капли мелалойки утром просто на зубную пасту щетку добавляете мелалойку чистите зубы общем как и всегда утром вечером два раза минимум нужно чистить зубы добавляйте 2 3 капли мелалойки почистили зубы немножко подержали одну минуту чтобы это все разошлось как следует чтобы мелалойка начала действовать в полости рта например на ваши десна чтобы ваши зубы не разрушались кариесом чтобы у вас был приятный запах изо рта горло не болело простудные заболевания ангина на сморка шли бронхит тоже очень хорошо предотвращается мелалойкой значит две три капли утром вечером на зубную пасту щетку отлично помогает также можно например растереть грудь себе или например ребенку если кто простыл у вас дома или бронхитом заболел 5-10 капель мелалойки натерите хорошенечко положите теплое палатце полотенца на грудь заверните в него грелку на 1-2 часа то есть все должно хорошо прогреться значит это очень полезно также отдыхать после обеда необходимо 15-30 минут да то есть это время не потеряно новом вернется хорошим здоровьем то есть отдыхаете каждый день если вы чувствуете себя недостаточно комфортно особенно простудное заболевание 15-30 минут после обеда уберите всякий стресс стресс в это время никак никаким образом не должен у вас быть жизнью обязательно пейте 3 литра горячего чая ли горячей воды в день почему горячей воды почему горячих напитков почему горячего чая потому что если вы пьете холодные напитки холодную воду то организм должен затратить огромное количество энергии чтобы эту воду нагреть представляете как у вас например кипятильник да вы наливаете туда 3 литра жидкости холодной и пока он нагреет ее сколько много затрачивается энергии у вас в это время когда вы болеете организм из без того уже слабый больной иммунная система тоже занижена понижена работает и тут еще холодную воду вы наливаете в себя и пока организм все это нагреет все приведет состояние рабочие до тратится огромное количество энергии той энергии которая нужно было бы потратить вам на восстановление вашего здоровья или во иммунной системы чтобы освободить организм от бронхита значит как уже сказано было обязательно пейте 3 литра горячего чая или горячей воды уберите всякий стресс перестаньте есть в это время мясные молочные продукты почему мясные молочные продукты желательно не кушать потому что мясо и молоко все переносят до молочные продукты в это время вырабатывается очень много слизи слизи и это слизь она забивает наши бронхи она забивает наши легкие она забивает наш нос мы не можем дышать мы чувствуем себя очень плохо потому что поступает недостаточно кислорода в наш мозг у нас утомляемость мы постоянно уставшие разбитые и так далее и тому подобное почему только из-за того что нарушено дыхание то что очень много в организме слизи также перестаньте есть продукты которые образуют слизь также например сладкая сладкая картошка сыр и и много многое другое то что образует слизь лучше всего есть свежие фрукты и овощи и салаты черный хлеб конечно намного лучше белого хлеба или каких-то печеных вещей да или пирожных или пряников и всего прочего то есть черный хлеб очень хорошая штука никаких лимонадных или шипучих напитков или капучино и так далее и тому подобное пейте только желательно чистую теплую хорошую очищенную через фильтр воду да потому что в германии вода тоже не очень-то чистая в разных местах по-разному но лучше конечно чистую фильтрованную нагретую теплую воду или чай сначала очистите ваши бронхи от уже имеющейся слизи слизь или сопли которые забиваются наш нос или горло это не что иной как мертвые вирусы и бактерии убитые клип клетками нашей иммунной системы значит запомните слизь или сопли это мертвые вирусы и бактерии убитые клетками нашей иммунной системы и вот эти убитые клетки убитые вирусы бактерии их нужно каким-то образом организм должен вывести из из себя из организма наша наше тело она ведь борется тоже это все уже не нужно убитая вирусы бактерии теперь нужно их вывести как они выводятся они выводятся и поднимается по эскалатору из нашего желудка печени и из наших всех органов почек на значит желудок почки печень все поднимается наверх вся эта слизь то есть все это убитые мертвые вирусы и бактерии естественно они забивают нам и горло и нос и все на свете и у нас просто нету дыхания значит как я уже сказал что хорошо помогает 3 литра горячего чая или горячей воды значит греть делать греть грудь греть растирать мелалойкой зубы чистить значит также еще очень здорово было бы в это время было бы очень хорошо тоже делать прогулки на свежем воздухе на фитнес студию в сауну посещать это тоже очень хорошо повлияло бы на состоянии на состоянии вашего организма и вот эти вот трупы которые значит забили наша полностью дыхательные органы их нужно вытащить как г цена из организма вы должны вымыть эти трупы вирусов из вашего организма и вывести их наружу через бронхи горло и нос значит бронхи горло и нос вот через эти органы нужно все эти трупики вывести из нашего организма кашель должен быть всегда мокрый поэтому если вы кашляете и вас какие-то выделения слизь высматриваете да ничего страшного то есть самое главное чтобы это всегда был мокрый кашель тогда это все хорошо хорошие признаки таким образом они все выйдут организм очиститься и потом уже все воспаление проходит обычно через течение одной недели может быть в самых тяжелых случаях до двух недель длится это воспаление и потом человек абсолютно потом становится здоровым и бронхит проходит обычно обострение сейчас вот весной или осенью до люди у кого есть проблемы с легкими чувствуют как становится им не совсем не уютно да то есть простудные заболевания организм устал за зиму недостаток витаминов недостаток солнечного света сейчас если будет прекрасные деньки до советую вам выходить на улицу как я уже говорил три раза в день утром обед и вечером делайте прогулки где вы находитесь без разницы или сливы дома есть возможность утром встали пошли прогулялись в обед прогулялись вечером на работе во время паузы можно тоже выйти на улицу прогуляться 15 минут это будет очень здорово иначе если вы утром уходите рано утром вечером приходите солнца нет днем где-то в помещении сидите это не совсем оптимально не совсем хорошо вам необходимо сейчас солнечные ванны вам необходим свежий воздух вам необходимо расслабиться отдохнуть набраться с новой энергии на лето а там уже летом будет намного лучше чувствовать себя будете вот такие советы как насчет бронхита значит это у нас был была информация из серии моей книги белолойка в масле и оба для детей и пожилых вы знаете такую публикацию и в ней есть очень много другого материала следующем ролике я вам расскажу конечно других способах применения смотрите ролики посылает их вашим знакомым друзьям подписывайтесь на рассылку есть у нас абонентом можете стать нашим и таким образом вы будете получать от меня постоянно новые ролики если у вас появятся другие вопросы то я готов вам на них тоже предоставить достаточной информации сегодня информация была как насчет бронхита следующем ролике будет другая информация тоже полезная тоже нужная и таким образом сегодня много людей смотрят например телевидение до или любят видео смотреть и поэтому вот как раз мы сейчас решили такую серию полностью сделать видеороликов на эту тему как пользоваться мне логикой правильно имеется ввиду мелой к в масле и йоба то есть наша белой к и нью-йоба не та меломика которая продается в магазине чистая мелой к это совсем другой продукт поэтому наши мелой к тоже нужно правильно пользоваться если у вас будут какие-то дополнительные вопросы возникнут по пользованию мелой к или еще по каким-то вопросам звоните телефон указан на моей страничке здесь в интернете а также на этом ролике обращайтесь я всегда с удовольствием вас проконсультирую по любому вопросу что касается использования наших продуктов а может быть еще какие-то другие у вас вопросы есть личного плана я тоже всегда готов вам помочь с уважением к вам желаю вам чтобы оставались здоровыми и счастливыми бодрыми и всего самого-самого наилучшего это было с вами виктор балет и и и и и и и Продолжение следует...